Понимаете, как женская психика? Если есть какой-то шанс, тогда женская психика туда залазит через близкие отношения, и этот шанс реализует. И делает она это неосознанно. На санскрите женщина называется «стри». «Стри» переводится с санскрита по-другому, еще кроме как «женщина», еще переводится как «личность». Которая никогда не останавливается в расширении своих желаний и возможностей. Если она чуть-чуть отвоевала, назад это уже не вернешь. Так действует женская психика. И в отношениях женщина всегда будет отвоевывать свое. Чуть-чуть, понемножку. А у мужчины будет оставаться все меньше и меньше. Если она ему сама благородно не вернет назад что-то. А это возможно только в том случае, если она видит, что он ее уважает. Поэтому уважение к женщине означает возможность жить нормально, семейной жизнью, без проблем. Я уверен, что не осталось ни одного мужчины в зале, который бы посчитал, что вот то, что я сказал, является легким. Это все очень трудно для мужчины, потому что психика мужчины по природе грубая, жесткая, однонаправленная, не способная считаться ни с кем, не способная чувствовать другого человека. Она как бы ломится на пролом и доказывает свое, ведет себя, как считает нужным, стоит на своем, демагогию разводит и так далее. То есть она по-другому совсем работает. И при этом надо вести себя с женой вот так, чтобы она расцвела, стала счастливой, все красивее и красивее, чтобы она в доме превратила дом в атмосферу счастья. Чем больше женщину зажимать в ее женской природе, то есть вести себя с ней не чутко, не заботливо, не ласково, тем меньше женщина наполняет дом атмосферой счастья. У ней нет силы наполнять дом атмосферой счастья. Следует знать, что все, что находится в доме, все имеет женскую энергию. Обои флажками у вас в доме или в цветочке? Цветочки. Хорошо. А шторки? Цветочки или флажками? Цветочки. Кровать на нары похожа? Или она такая вся? Такая? Такая, да? И вся мебель такая, да? Ну то есть все в квартире имеет женскую энергию. Так? Такую обтекаемую, мягкую, нежную. И такой... Ну ладно, если мужчина себе какой-нибудь кабинет, ну сделает стол хотя бы, поставит такой... По-мужски. Если ему удастся это сделать, будет хорошо. Хотя бы свой стол. Со стулом таким большим, мужским. Но все равно убираться на нем будет жена. И она все равно там все сделает мягко и нежно на столе. Хоть он и был таким крепким и большим. Вот. То есть все в квартире наполнено женской энергией. И это хорошо, потому что мужчина, когда приходит в такую квартиру, где все наполнено женской энергией, его психика расслабляется, он отдыхает. Мужчина в квартире отдыхает. Ему нужно наполняться силой. И поэтому, когда он приходит домой, так как там все имеет женскую энергию, он отдыхает и все наполняется силой. Женщина создает атмосферу в квартире. Если женщина чувствует, что ее уважают, ее крылышки раскрываются, ее психика распускается, и она чирикает по квартире и создает атмосферу. Счастливую, красивую, радостную. Мужчина отдыхает в такой квартире, наполняется силами, и потом в бой. Опять сражаться в окружающей среде, добиваться успехов и так далее. Опять чуть-чуть открываем окно. Наверное, маловато открыли. Опять становится душно. Чуть-чуть не хватает воздуха. Где у нас организаторы? Надо чуть-чуть приоткрыть, иначе все будут задыхаться. В зале много людей. Видите, если люди вот так начинают делать, значит, не хватает воздуха. Ребята очень смиренно ходят, открывают, закрывают. Видите, какие они хорошие? Помогают, заботятся. Вы сядьте с ребеночком чуть-чуть подальше от этой радиосистемы. Вы, да. Вот видите, вы прямо рядом сидите с излучателем энергии. Ну, чуть-чуть подальше. Чуть-чуть подальше, чтобы на вас, на него не действовать. Ребеночка все действует. Начинает. Следует знать, что настроение в квартире зависит от психики женщины. В каком настроении находится женщина? Такое настроение в квартире, во всей квартире. Даже тараканы находятся под влиянием женского настроения. Если женщина запугана, то они запуганы. А если женщина счастлива, то они счастливо сидят себе по своим норкам и шевелят счастливо усиками. Да, приходит время, они вылазят, все делают как правильно, чтобы был чистота и порядок. Все следуют одной энергетике в квартире. Собачка и то ведет себя так, как наполняет квартирой женщина своей энергией квартиру. Но проблема заключается в том, можно чуть-чуть прикрыть. Что уже глазняк пошел. Видите, как здесь с вентиляцией не отработано. Надо так прикрыть, чтобы она все равно в воздух выходил и было, чтобы хорошо. Надо не закрыть, а сделать так, чтобы... Нет, дверь надо всегда открыть и держать. Сюда, вроде, да. Там нет сильного холодного воздуха. Тут не идет. Итак, смотрите. Женщина, она находится под влиянием энергии Луны. Луна постоянно движется. И настроение у женщины постоянно движется. Поэтому иногда в какие-то дни женщина может наполнять частью квартиры, а иногда она отдыхает. И поэтому мужчина должен, прежде чем зайти, в дом должен протестировать обстановку. Сегодня жена отдыхает или она наполняет энергией счастья квартиру. Если она отдыхает, как она себя ведет? Она старается меньше общаться. Ходит как бы, не замечает. Если к ней подойти, что с тобой? Она скажет, отстанет меня. Мне сегодня тяжело. Вот, она обычно старается быть одной в это время. То есть она старается вести себя так, что она не контактирует. Буквально в месяц, несколько дней, так женщина себя ведет, она наполняется силой. Ей нужна в это время тишина, одиночество, покой, чтобы она наполнилась силой. А потом она все остальные дни эту энергию отдает. Я правильно все говорю или нет? Я же не женщина. Да? Правильно. В это время, когда женщина наполняется силой, мужчина не должен ждать, что в доме будет сегодня счастье и радость. Он не должен ходить за женой и говорить, в чем дело? В чем дело? Она ему говорит, я тебя трогаю. Я тебя же не трогаю, отстань от меня. Вот. Он должен в это время заниматься самосовершенствами. Какие-то дни мужчина должен сам из себя рождать энергию счастья. Если он видит, что женщина как бы устала, она вот психически, но ей нужен покой, он должен в этот день, как раз самое время, если, допустим, жена всегда против, чтобы ты смотрел хоккей. Но в этот день, когда она запирает свою комнату, ты можешь включить телевизор и там «Ура! Гоооо!» То есть наполняется своей энергией счастья. В этот день разрешено. Но жену не трогай. Такая система. Теперь уважение к мужчине. К женщине все. Мужчины расслабились, все, нужно отдыхать. Женщины напрягаются, сейчас будут потеть, чувствовать себя тяжело, потому что это аскеза уважать мужчину. Три вещи, которые надо знать женщине, чтобы она была счастливой в всемирной жизни. Первое. Принять характер мужа. Второе. Принять в жизни достаток мужа, его способность зарабатывать деньги, принять свою судьбу, принять это. Ну, то есть не пилить его за это. Принять. Вот как может, он так зарабатывает, старается. И третье. Это принять его вредные привычки. Если говорить о вредных привычках женщины, знайте, что так как мужчина соткан из действий, из действий, поэтому вредные привычки мужчины больше бросаются в глаза, чем женские. Вредные привычки есть у всех, и у мужчин, и у женщин. Только у женщин они по-другому выражаются. Вот, допустим, вредные привычки у женщин, у каждой женщины есть своя вредная привычка. Но так как женская природа соткана из красоты, поэтому эта вредная привычка женщины становится ее достоянием, а не вредной привычкой, в конце концов. Так же, как все черты характера, женщины всегда становятся достоянием, и поэтому женщину не в чем обвинить. Обвиняют во всем всегда мужчин. Так вот, знайте, женщины, что у каждой из вас есть определенная проблема. Эта проблема означает, что ваши чувства и эмоции в какой-то сфере не контролируются. Где-то в какой-то сфере жизни вы не можете себя ограничить, остановить. И мужчина должен это знать. Где у женщины слабость, и принять ее слабость в свою жизнь. Это называется уважение к женщине. Например, каждая женщина имеет одну из слабостей всех перечисленных. Но может быть, у какой-то женщины есть такая слабость, которую я не знаю. Итак, одни женщины не могут обойтись без постоянной покупки новых украшений. Эта слабость самая дорогая. Поэтому такая женщина должна выбирать мужчину, который много зарабатывает. иначе она будет несчастна. Она не может эту слабость поменять в своей жизни. То есть ей надо покупать новые украшения, и ничего она с собой сделать не может. Вот. Другая женщина хочет, чтобы покупали платья новые там, или одежду. И она тоже с собой ничего не может сделать. Третья женщина хочет просто тишины и покоя, чаще, чем все остальные. И больше ей ничего не надо, в принципе. Это, наверное, самый лучший вариант. Вот. Четвертая женщина хочет собачек и кошечек в квартире. У ней такая слабость. И квартира вся будет заполнена хрюканьем, визгами, писками и какашками. Вот. Вот. Ну, вот такая слабость. Ничего не сделаешь. Дальше. Четвертая женщина хочет все время поехать куда-нибудь на острова. И, ну, как бы, придется все равно ее туда везти, потому что она с ума сойдет, если не поедет. Пятая женщина хочет, чтобы на нее постоянно смотрел муж. Вот. Ну, как бы, надо тогда как-то учиться смотреть сразу в телевизор на жену, хотя бы. Ну, я не знаю, как еще, что делать в этом случае. У меня не такая ситуация. Но как-то надо выкручиваться. Вот. Четвертая женщина хочет... Десятая, да? Десятая. Седьмая. Видите, они все считают женщину. Очень конкретно. Если к мужчине сказал четвертая, он бы не обратил внимание. Да, наверное, третья. Вот. Женщины все же считают, записывают. Каждый код записан. Так вот. Седьмая женщина, она хочет Кого? Постоянно что-то мужу говорить. Не прерываясь. Постоянно. Вот что-то надо говорить ему, он должен слушать. Тоже так бывает. И что делать? Шестая, ой, восьмая женщина, она мужу говорить ничего не хочет, но она хочет каждый день, хотя бы час поговорить с подружками. Это ее вот такая слабость. И надо ей дать такую возможность, иначе она с ума сойдет. Ну, точно так же, как у женщин есть вот такие вот слабости в жизни, которые по факту они считают не слабостями, а преимуществами. Точно так же у мужчины есть свои слабости. Это желание выпить, закурить, поиграть в домино. Понимаете, то есть каждый человек, он разгружается психически по-разному. То есть женщины по-своему разгружаются, мужчины по-своему. Вот, допустим, некоторым мужчинам нравится морду друг другу побить. Они идут в бокс, как бы, надевают перчатки, бьют друг другу морды, и потом мужчина приходит счастливый и радостный домой. Понимаете, как у меня есть один знакомый, до этого Новосибирска организовывал мои лекции, и я его спросил, а как ты, вот ты не пьешь, не куришь, не гуляешь, как ты снимаешь напряжение? Он говорит, а я занимаюсь вольной борьбой. И когда меня заломали, вот удержание делают, я кричу, такой потею, пытаюсь вырваться, в это время так, вот, и в это время меня расслабляет. Ну, то есть у каждого мужчины свой способ вот такой необычный снимать с себя напряжение. Ну, все люди должны снимать с себя напряжение. Женщина снимает с себя напряжение, надев на себя новое платье, а мужчина снимает с себя напряжение тем, что, допустим, играет в домино. Есть хорошие способы снимать с себя напряжение, есть плохие у мужчин, У женщин все хорошие, понимаете? Потому что они женщины. А у мужчин есть хорошие, есть плохие, потому что они мужчины. И так как мужчина меняется в жизни, женщина имеет статичную, стабильную природу. Она все самое хорошее получает с рождения. Психика у женщины так устроена, что все самое лучшее находится у ней в глубине, в характере. И это держится как камень. Поэтому женщины являются хранителями культуры человечества. Понимаете? В них все откладывается внутри, и они всю жизнь этому слебуют. Вот чему женщины научились с детства, так она всю жизнь себя ведет, этому следует всю жизнь. И все так делает. Они хранители цикультуры, понимаете? А мужчины, они постоянно все меняют. Им надо все совершенствовать, все менять, все переставлять. И поэтому иногда мужчина развивается вверх и становится очень ценным. А иногда он падает вниз, если он пошел не той дороги. Ну, знаете, мужчинам ведь кто-то помогает идти не той дороги. За каждым великим человеком стоит кто? Великая женщина. Великая женщина, да? Если женщина... А что значит помогать мужчине? Как ты думаешь? Верит в его, влажать. Ну, хотя бы не мучить. Хотя бы принимать его увлечение, понимаете? Если, допустим, мужик тракторист, допустим. Ну, понятно, что он не Кулибин там и не этот, не Курчатов. Ну, хотя бы тракторист. Вот примите вот такого мужа, какой у вас есть, понимаете? И вот радуйтесь, ну, как бы... Не кочегары мы, не плотники, и сожалений горьких нет. А мы монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет. Понимаете, каждый мужчина гордится своей специальностью, потому что это его жизнь, это его достижение. Вот он тракторист, допустим. В смысле, вы, ой, это тракторист. Не губите мужиков, не губите. Понимаете? Не рубите дерева, не рубите. Поймите, женщины, что если вы не вдохновляетесь увлечением своего мужа, вы рубите его под корень. Ничего хорошего из него не получится в результате. Никакой великой личности он не станет. Если вы не вдохновлены тем, что муж делает, хотя бы пытайтесь это вдохновлять себя, хотя бы пытайтесь его поддерживать, его деятельности. Допустим, он у вас сторож. Хорошо, у меня муж самый лучший сторож на свете. Это значит, он станет у вас не сторожем, а главным охранником города, понимаете? Ну, то попытайтесь это понять, что вот какая есть у мужчины направленность жизни, если это что-то хорошее, если это приносит пользу людям, надо вдохновлять его идти этим путем дальше, вдохновлять своей верой. А вера – это непростая штука, это надо заставить себя так себя вести, заставить. Если вы насмекаетесь над своим мужем, вы рубите его под корень. Женщина является благословляющей или проклинающей силой. Женщина – это энергия, мужчина – это поступок, а женщина – это энергия, необходимая для поступка. Проводились такие научные исследования, что изучали связь, как женщина относится к мужу и отношение к нему на производстве. Оказалось, связь прямая. Если женщина уважает своего мужа, его тоже автоматически и неосознанно уважают все остальные люди окружающие. Если женщина пренебрегает своим мужем, так же и им все пренебрегают вокруг. Уважение к мужчине – это аскеза для женщины, потому что она видит в нем все недостатки. Но мудрая женщина не говорит мужчине о его недостатках, а говорит ему только о хорошем. Даже если он спрашивает женщину, что во мне не так, он это делает не потому, что он хочет знать, что в нем не так, он испытывает вас. И вы должны ему в это время сказать «Чиф ты, чиф!» Ну то есть в тебе все так, ты у меня самый лучший на свете! Женщина, вы что-то накмурились, перед задумываясь. Вы не волнуйтесь. Все же хорошо. Мужчины радуются себя. Женщина печалится что-то. Не печальтесь. Все будет хорошо. Тяжело, да? Чувствуете, как тяжело вот так жить? Нормально? Потом хорошо. Супер. Веды объясняют, что есть два типа жизни. В одном типе жизни сначала нектар, потом яд. Когда человек дает волю тому, что он хочет, как он хочет себя, так и ведет. Сначала будет нектар, будет классно. Что хочу, то и делаю. Классно. А потом яд. Это неправильная жизнь. Люди встречаются, и сначала они наслаждаются друг другом. Женщина наслаждается мужчиной, мужчина наслаждается женщиной. Сначала нектар. Люди не узнают друг друга, не изучают, как жить, не говорят друг другу свои ожидания от совместной жизни, свои требования, ничего не проговаривают. Они ничего не хотят понять друг друга, характер. Это же очень сложно друг друга понять. Мужчины вообще не понимают характера женщины. Женщина мужское не понимает. Надо общаться, не надо слишком тьмокаться много, понимаете? Познакомились, общаться надо. Тем более вправо отне надо прыгать раньше времени. Мужчина сразу остывает. Допустим, вы хотите что-то погладить. Берете утюг и выключаете его из розетки. Долго он будет гладить или нет? Нет, он остывает. Точно так же, если вы в первый день в постель прыгнули с мужчиной, он остыл, все, как вы будете его разогревать? Он же все получил, что хотел, ему больше ничего не надо. Он остыл, остыл, все, гладить не будет, понимаете? Гладить не будет. Непонятно сказал? Будет как утюг, понимаете? Как утюг будет, гладить не будет. Вот. Нужно держаться подальше. Сначала яд. Сначала узнаем друг друга. Потом нектар. Когда узнали. Быть может, ты на свете, конечно, лучше всех. Но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Система ясна, девушки? Сначала яд. То есть сначала знакомимся, сначала тяжело. Потом, когда все узнали, нектар. А если мы медовый месяц... Сначала медовый месяц, хорошо, нет проблем. Потом, что будет? тут за ним так на кувыркаешься придешь домой там ты сидишь да вот будет потом так тяжело будет жить понимаете мои хорошие тяжело потом сначала балдеем друг от друга а потом тяжело и так знание это я когда мы сидим и слушаем о том как вести себя с мужем это я это тяжело зато потом будет нектар как женщина сказала а потом будет хорошо ведь она уже знает потому что сколько вы слушаете лекции уже четыре года она уже все знаю помните согласно моей диссертации жизнь меняется где-то начиная через полтора года слушание лекции изучения как правильно жить через полтора года потихонечку меняется жизнь а до этого ничего не понятно а уж через четыре года мне кажется все классно становится мы будем изучать я сейчас вам немножко теорию даю а потом мы будем обмен залом микрофончик будет бегать туда-сюда мы будем общаться быть рассказывать как у вас все протекало так уважение к мужчине означает то что дает возможность сделать его хорошим человеком когда вы уважаете мужчину то вы поливаете его что он становится сильнее сильнее и не в доме становится все больше и больше характер его становится все лучше и лучше и постепенно становится настоящим человеком если вы его поливаете уважение что значит уважать мужчину женщины внимательно посмотрите когда мужчина что-то говорит утвердительно для него это что очень важно когда что-то очень важно говорит не обязательно это понять очень важно делать вид чтобы все понимали все понимали и в это время нужно обязательно вот так вот вы услышали меня как надо себя вести или нет веды говорят что знание о том как правильно приходит через тренировку некоторые люди думают а я вот так не чувствую зачем я так должна делать веды говорят надо делать как правильно потом почувствуешь зачем через результат поэтому женщины они должны всегда очень делать внимательный вид когда мужчина говорит и кивать соглашаться с ним даже если в сердце полный протест не беспокойтесь все в жизни будет по вашему потому что есть две сферу влиянию в жизни попытается это понять мужчине неважно как все будет ему важно что все согласились как должно быть а женщине вообще не важно согласиться с этим или не согласиться ей важно как будет вот теперь давайте разберем ситуацию которая всегда рассказываю на лекции женщина сильно хочет платье она находится к этой категории относится она не может жить без нового платья и так как денег мало потому что рубль стал два раза дешевле муж приходит домой и говорит давай моя хорошая в этом году в этом месяце нового платья покупать не будем она уже запланировала какое именно она хочет когда женщина что-то запланировала уже смешно на самом начале в своей психике она этого отменить не может даже если мужчина отменил все равно ничего не меняется от этого внутри вы согласны женщина ли ничего не меняется потому что женские желания желание женщины мужчины сейчас не будет уже не смешно желание женщины в 6 раз сильнее чем у мужчины представь 6 раз сильнее если допустим у меня желание вот такое со стаканом то у женщины желание вот такое две бутылки понимаете в три бутылки представляете в три бутылки у меня вот такое желание а у нее в три бутылки представляете разница огромная она не может ничего сделать с этим это надо знать просто так устроена психика человека я думал две надеялся на лучшее казалось три вот и в результате что происходит он говорит в этом месяце вот как правильно должно быть в этом месяце никаких платьев он говорит ну по человечеству по-доброму по-мужски по-доброму серьезно он серьезный же человек говорит серьезно потому что мужчина не то что он давит мужчина он говорит серьезно некоторые женщины думают что это давит мужик давит когда он так говорит нет не так он просто мужчина когда для него что-то очень ценное он говорит серьезно если говорить серьезно значит надо текать что это значит это значит что надо просто заранее знать что как только он серьезно начал говорить надо соглашаться его сдувает сразу такой в этом месяце никаких платьев и сразу да мой хороший сто процентов никаких платьев вообще никаких платьев его раздуло сдуло все он успокоился ну слава все главное чтобы его утверждение прокатило если оно прокатило его расслабило все нормально проконтролирует но он уже все он уже как бы все нормально он уже нормально вот его желание уже успокоилось все он уже готов даже сам платье купить потому что жена согласилась мужчина по природе очень щедрый не очень сильная природа что тебе подарить человек мой дорогой как судьбу благодарить что свела меня с тобой ну то есть я тебе подарю может этот рассвет у меня для тебя да невозможного нет понимаете то есть у мужчины щедрое очень сердце так или нет да у женщины щедрая щедрая в другом женщина может подарить улыбку она может подарить покормить всех она может подарить то что ей не нужно она тоже много чем может подарить все нормально вот но мужчины запомните такую вещь запомните на всю свою жизнь что деньги которые заработала женщина являются очень горячими невыносимо обжигающими ни в коем случае эти деньги не надо тратить на себя допустим если вы решили на эти деньги купить себе хороший насос для машины там или колесо какое-то допустим лучше вам на этой машине потом не ездить почему потому что женщина никогда не сможет забыть что это колесо куплено на ее деньги и при удобном случае она об этом всегда будет вспоминать согласна женщина что это так или нет нет да да так и есть да деньги которые женщина заработала обладают страшной разрушительной силой поэтому пускай оставляет с собой не надо их трогать это опасные деньги опасные деньги зато если мужчина заработал деньги он просто за одну улыбку их отдает и сапфиры и алмазы и ручуги и бирюза все отдал бы вместе сразу за красивые глаза понимаете вот такая психика у мужчины он как бы живет для любви он все отдает смело что зарплату потом просит а уже все распределено мой хороший ты что не хочешь чтоб детям покупали или куда хочешь чтобы мама наша осталась без лекарства нет мой хороший нет какая доля мужская ну ладно движемся вперед итак мужчина щедрый женщина должна это знать но он не может делиться своими утверждениями и принципами это для него закон который нельзя переступать никогда никогда в своей жизни женщина должна четко понимать что никогда нельзя не соглашаться со своим мужем надо соглашаться всегда во что бы то ни стало даже если это абсурд она всегда чувствует абсурд вот но тем не менее соглашаться надо почему потому что для мужчины не важно что будет потом и он даже забудет на самом деле вот важно что жена согласна это очень важно итак дальше что произошло в этой семье так как жена в нежелании в 6 раз сильнее он уже успокоился и расслабился она расслабиться не может потому что платье скоро купит кто то другой она чувствует это ходит каждый день в магазин магазин рядом с домом чувствует кто то другой кто то другой уже смотрели сегодня она не может это вынести уже психически все ей тяжело она проснеет беднеет она садится и такая но так как она наполняет энергией счастья всю квартиру а в данном случае наполняет всю квартиру энергией несчастья собачка тоже дрожится рядом с ней печально все страдают дети ходят ковыряют носу вокруг страдают все страдают муж заходит в квартиру и видит что все плохо подходит жене садится рядом с ней и говорит что случилось и в это время женщине надо понять что это оружие печали очень хорошее оно правильное оно работает всегда но самое сильное оружие у женщины которое надо правильно использовать это слезы направленные на саму себя не на мужа а на саму себя не надо плакать вот так все из-за тебя это ты за твоими принципами не даешь меня вот не надо так плакать плакать надо по другому и тогда он остается безоружным со всем мужчинам объясняю как надо плакать внимательно слушайте причем мужчины с этим будут согласны со такими слезами согласны ради таких смех любое платье нет проблем слушайте внимательно как надо плакать попробуйте несколько раз потренируйтесь у вас все равно потом получится плакать надо вот так я у тебя такая дура за время что-то хочу зачем и каких денег тебе нет еще раз плачу более внятно я у тебя такая дура я у тебя такая дура всегда хочу чего-то непонятно и денег в семье нет понятно да система плакать надо слезы должны быть направлены на себя и если они будут очень искренними и тогда муж сядет рядом скажет ну не расстраивайся что случилось что ты хочешь то скажи не скажу надо накалить мужа до красного кала чтоб он нервничал уже ну что ты хочешь скажи и надо тогда сказать очень тихо тихо платье и он тогда скажет что за ерунда какое-то платье пойдем покупать система ясна нет и даже если муж и жена вместе пришли на лекцию и вы это продемонстрируете ему завтра он все равно будет счастлив поднимите руку мужчина который видит такое поведение жены который будет при этом несчастлив поднимите руку есть такие мужчины или нет нету поднимите руку теперь мужчины которым нравится когда жена так себя ведет поднимите руку есть которым нравится остальные еще не поняли просто надо разобраться в этом вы знаете маленький мальчик и маленькая девочка девочка пять лет она все понимает она в ней а потом что то ей Бог уже дал достаточно разума понимает в нее чтобы понять отношения она все понимает она говорит мама такая у меня папа вот такой у них такие отношения я когда вырасту у меня будет девочка она все понимает что происходит девочка эта девочка и все С кого девочка есть в 5 лет? Согласны, что так вот она такая? Она все понимает, все видит, все чувствует. Вот, мальчик в 5 лет. Кушать хочешь? Блядь, хочешь? Куйди, блядь. Так, да? Такая степень. Ну, мужчина подрастает, он все равно как бы... Он же как раз и мужчина для того, чтобы развиться. Поэтому мужчине Бог дает мало сначала. Потом он постепенно становится разумным. А женщина, она же как бы сохраняет. Она сохраняет то, что было с самого детства. Поэтому она такая вот всегда чувствует все, понимает глубоко, сердцем. Такая разница. И так уважать мужа означает понимать, что зарабатывать деньги ему тяжело. Не нужно его укорять слишком сильно, что денег мало. Знаете, что от этого будет еще меньше. Потому что если сосну пилить снизу, она расти будет хуже, понимаете? Для того, чтобы она росла лучше, надо ее снизу укреплять. Ну, то есть, если вы чувствуете, что муж мало денег зарабатывает, это значит, что вы мало вдохновляете. Нужно больше в него верить. Нужно больше как бы радоваться ему. Говорить, у тебя все хорошо, молодец, ты у меня такой классный и все прочее. Так как, понимаете, в сердце нет такой силы. Хочется, наоборот, его пилить, ругать. Поэтому женщине нужна какая-то сила для того, чтобы его вдохновлять. Женщина должна эту силу брать из молитвы. Мужчина тоже, чтобы уважать жену, надо силы брать из молитвы, понимаете? Не надо силы брать из друг друга. Веды объясняют, что в семье близкому человеку силы надо всегда отдавать. А брать силы надо от Бога, понимаете? Нужно учиться, заниматься духовной практикой, чтобы силы прибавлялись. Веды сравнивают Бога с Солнцем. И когда Солнце светит, то все наполняются светом вокруг, понимаете? Свет означает знание. Человек начинает понимать, как ему действовать благодаря этому свету. Свет также означает счастье. Человек наполняется счастьем, и у него есть возможность терпеть, прощать, принимать. Поэтому человек в своей жизни должен очень много сил направлять на то, чтобы иметь какой-то контакт со святостью. Святость — это то, что отражает свет Бога. Кто такой святой человек? Святое место. Это место наполнено светом Бога, понимаете? И человек должен в своей семье, в своей жизни, в своей квартире обязательно что-то иметь в своей духовной традиции, ничего не меняя. Надо иметь такое место в доме, где все наполнено светом. Если вам тяжело, вы идите в это место, и ему, Богу, давайте, ну, как бы, из сердца давайте ему понять. Мне плохо, мне тяжело. Не надо это сваливать на своих близких, друзей. Никто не сможет вам помочь. В той степени, в которой может помочь высшая сила, высшая истина. Спроси у жизни строго, какой идти дорогу, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Понимаете, когда человек идет к Богу, он за солнцем идет, он становится солнечным, понимаете? Он начинает сиять сам, светиться. И тогда у него есть силы уважать, потому что уважение – это аскеза. Ну, как можно уважать мужика, который вообще не работает? Не то, что там приносит мало, а просто не работает. Понимаете? Но именно с этого начинается его работа. Для того, чтобы его уважать, нужно наполниться силой, потому что поймите, что ваша судьба такова. Что именно вот эта боль от того, что он не работает, вызывает в нем меньше желания работать. Замкнутый круг. По факту веды говорят, что все, что мы видим в своих людях, является проявлением всего лишь нашей судьбы. Поймите, что не зря Бог соединяет людей вместе. Что значит соединяет людей вместе? Это значит, что между ними есть нить определенная. И судьба перетекает друг от друга, как между связанными сосудами она течет. Все, что мне в жизни нужно испытать, жена помогает мне эти испытания перенести. Она создает ситуацию. Все, что женщине нужно испытать, муж ей создает ситуацию. И делают это они неосознанно. Почему мужчина не может работать? Потому что это положено женщине по судьбе. У него нет силы работать. Нет силы. И эти силы, они работать идут от женщины. Понимаете? Она вдохновляет на труд. Если женщине по судьбе не положено, чтобы муж работал, значит, он и не работает. Как сделать так, чтобы было положено по судьбе? Не надо его пилить. Это не поможет. Он и так перепилил уже. У него и так мало сил работать. Нужно сделать следующее. Нужно настроиться на святое, на что-то. Сесть, допустим, рядом с алтарем. Начать желать всем счастья. Отвлечься от себя. Потому что, когда человек думает о себе, что муж не хочет работать, неплохо, я не могу так жить. Это особая ситуация, Олег Геннадьевич. Вы не понимаете, насколько это тяжело. Вы сами работаете. Не надо об этом думать. Нужно настроиться на святость, на что-то святое. Мысленно кланяться святости. Я хочу жить для тебя. Я хочу отвлечься от себя. Я хочу отвлечься от своей проблемы. Иначе совсем всю жизнь будет плохо. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. То есть забудьте про себя. Забудьте про себя, если вы хотите быть счастливыми. Идите дорогой добра. Идите дорогой солнца. Светите другим. Забудьте про себя. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с мужем худо, не уповай на чудо. Спешите, всегда идите. Дорога и добра. Ну там с другом. Если мне это немножко впереди. Ну то есть идея в чем заключается? Что помощь идет только через контакт с той силой, которая не направлена на себя. В этом мире мы все испытываем боль. И боль заставляет нас думать только о себе. Психика человека должна направиться в сторону заботы о другом. В сторону отдачи. Это возможно только при контакте со святостью. Нет контакта со святостью, отдачи никакой не будет. Поэтому в конце нашей лекции мы будем учиться, настраиваться на чистоту, на святость. У нас будет такой сеанс. Я желаю всем счастья. Это очень важно. Это практикум, который поможет вам потом решать проблемы в личной жизни. А мы с вами продолжаем изучать вопрос уважения. Потому что это самый главный вопрос в семейной жизни. Это как фундамент в доме. Если нет настройки правильной друг на друга, тогда не будет никаких отношений. Вы кашляете, потому что сквозняк, да? Да? Вас сквозит? Да? Вам? А? Жарно? Душно? Открываем окна. В зале не хватает воздуха. Люди потеть уже начали. Нужно открывать окна, иначе мы не сможем читать лекцию. Зал не приспособлен для больших лекций, скорее всего. Кому душно, поднимите руку. А кому холодно? Ну, холодно меньше кому. Значит, душно в зале. Нужно открывать больше окон. Пожалуйста, открывайте. А что все уходят? Душно, потому что все уходят. Режим дня. А? Режим дня. А, режим дня соблюдать. Ну, ладно, у нас лекции немножко довести, поэтому режим дня сегодня мы будем меньше соблюдать. Да. Сейчас получше, да? Да. Посвежело? Ну, надо так вот оставить, наверное, открытими, потому что чувствую, что иначе так и будет. Ну, а что делать? Или холодно, или душно. Приходите завтра с одеждой дополнительной какой-то, чтобы, если что, укутаться. Ну, надо воздух лучше, чем духота. Итак, я тоже чувствую душно, я уже потерь начал, воздуха не хватает однозначно. Ну, сейчас пошел потерь. Итак, уважение в семье — это фундамент, который дает возможность жить нормально. И в этом уважении надо заставить себя совершить эту аскезу для мужчины относиться нежно и аккуратно с женщиной, принять ее строгость в порядке, принять ее чувствительность, принять ее капризы. Понимать, что она капризует не просто так, потому что она хочет нервы мотать, потому что ей тяжело терпеть ситуацию, она очень чувствительна по природе, ее надо понимать и принимать в ее капризах, пытаться вести себя очень деликатно с ней. Это называется уважение с женщиной. Уважение к мужчине означает понимать, что мужчина точно такой же чувствительный и хрупкий в отношении к его идеям, его принципам, правилам, его целям в жизни. Нужно также понимать, что у мужчины есть отличие от женской психики, и надо его прощать за его несовершенство. Если мужчина режет, допустим, ему попросили порезать салат, он режет огурцы вот с таким шагом, большим, это значит, он по-другому не может. У меня жена попросила режеть салат, я начал резать, ну, чуть пошире, чем требуется. А когда она у меня тоньше, она мне сказала, тоньше режь. Я начал потеять так же, как вот сейчас потеет, понимаете? Мне лучше бы дрова поколоть было, то есть, и то больше бы пользы было, чем вот тоньше резать огурцы на салат, понимаете? У меня очень большая аскерба, чувства не приспособлены. Она берет огурчик, чук-чук-чук-чук, он раз, такие тоненькими вообще. Но я так не могу. Или она просит меня помой пол. Я могу посередине квартиры провести полосу. Но если она как бы меня просит ножки вот эти огибать все там, под диваном там, я не могу, у меня не хватает как бы мужества эти все ножки там огибать. Я могу Волду пролить вот так вот по всей квартире, ее собрать потом. Вот так огибать ножки все вот это мыть вот так здесь. А почему здесь мусор остался? Я смотрю, никакого мусора нет. Она говорит, ну, посмотри поближе, вот. Я вижу там какая-то маленькая пылиночка лежит, которую я бы в жизни не заметил. Как бы у женщины это все ясно, видно, как бы. Она по квартире идет. Я говорю, что случилось? Смотри. Я смотрю, там сидит маленькая божья коровка вот такая. Убери это отсюда. Хорошо, не пробей. Взял божью коровку, подарил ей весь мир. Понимаете, как бы. Вот так вот. Вот такая ситуация. Такие мы разные. И с этим ничего не сделаешь. Надо очень внимательно относиться к этой разнице. И это называется уважение в жизни. Это очень важный принцип вообще отношения. И так, уважение к мужчине означает не акцентировать его внимание на его недостатках. Потому что мужчина не может принять, что у него есть какие-то недостатки. Он считает себя совершенным. Так же, как, допустим, мужчина женщине говорит, слушай, у тебя заколка не там. Дальше какая будет реакция? Она возьмет и тречнет по башке сразу. Какая тебе разница, где моя заколка? Занимайся своими делами. Ну, то есть, для женщины она не может принять от мужчины, что ее заколка где-то не там. Все, что у ней есть, внешне, это все совершенно. Мужчина должен принять это совершенным образом. Он сказал, у тебя заколка совершенным образом сидит на твоих волосах. Вот это он должен сказать. И она тогда пойдет, посмотрит в зеркало, как это совершенным образом, и увидит, что заколка сползла. И он скажет, а я считаю, что несовершенным образом сидит. И он должен сказать, ну, может быть, если чуть-чуть только. Вот это вот такие должны быть отношения между мужчиной и женщиной, понимаете? Вот так вот. Точно так же надо давать делать замечание мужу. Надо ему сказать, мне кажется, что ты великолепно общаешься со своим начальником. Великолепно. Он скажет, а что же тогда он меня с работы выгоняет? Надо тогда сделать умный вид и сказать, ну, может быть, разговаривай с ним чуть-чуть повежливее. И это он принят. И тогда он поймет, что ему надо вежливо разговаривать с начальником. Понимаете? То есть, когда мы делаем замечание в направлении качеств, главных качеств личности, тогда здесь надо быть очень осторожным. Вот, допустим, если мужчина хочет намек на красоту женщины сделать, или на ее чувства, которые являются для нее как бы зоной неприкосновенности, вот как она чувствует, если он говорит, нет, ты чувствуешь неправильно, это подчечина. Вот точно так же мужчине не надо говорить, что он хуже, чем другие мужчины. Сравнивать его с кем-то, допустим. Вот у меня... А, у других-то мужики как лебедушки, а у меня бедоносец. Помните эту эфирию «Любовь и голуби»? Почему мужики пили там у женщин? Потому что женщины, мужиков там пи-ли-ли. Почему мужики пили? Потому что женщины пилили. Понятная система, да? Вот, мужчина не пьет, если его не пилят. Он пьет от горя фактически. Горькое питье от горя происходит. Вот, как горький вкус имеет. Это от горя происходит. Итак... Уважение к мужчине — это подвиг, который совершить очень сложно для женщины. Потому что вся ее психика протестует против недостатков мужа. Ей очень трудно их принять. Но если она это делает, она побеждает судьбу. Вместо того, чтобы проклинать своего мужа, она начинает взращивать в нем самые лучшие качества характера. Она его делает крепким, сильным, выносливым. И самое главное, она всегда добивается при этом своего в жизни. То, что ей нужно, она всегда получит, если она уважает своего мужа. Уважение является самым главным проявлением любви в отношениях. И оно труднодостижимо. По факту, уважать сразу практически невозможно близкого человека. Вот если вы сейчас после лекции придете и попытаетесь уважать близкого человека, то вы поймете, что это просто невозможно с самого начала. Поэтому к любви или к правильным отношениям существует первый шаг, который называется привыкнуть к человеку. Привыкнуть. То есть нужно для того, чтобы привыкнуть к человеку близкому, для этого нужна энергия, божественная энергия. Поэтому если человек кланится алтарю, думает о всем счастья, думает о святости, в молитве живет по утрам, хотя бы там 20 минут, полчаса этим занимается, то постепенно в сердце наступает спокойствие по отношению к своему близкому человеку. Да, у меня близкий человек пьяница, но это мне положено по судьбе, и я хочу принять это в свою жизнь. Если человек месяц, два, три так думает, потом в какой-то момент принятие это происходит. Ничего страшного, что мой близкий человек пьяница. Все будет хорошо. Мы поменяем эту ситуацию. Он на самом деле хороший человек. Он пьет, потому что по-другому жить не может. Это болезнь, и мы ее вылечим обязательно. Вот если человек, допустим, заболел вирусной инфекцией, он лежит и воняет, вы будете его за это ругать? Точно так же есть болезнь разума. Пьянство – это болезнь разума. Человек пьет, потому что по-другому жить не может. У него не хватает психических сил. И в состоянии перенапряжения он берет и выпивает. Почему? Потому что по-другому он не может снять с себя напряжение. Пытайтесь это понять. Есть болезни разума. Они возникают от нехватки сил психических. И просто в молитве примите эту ситуацию своей судьбы. Потому что если вам Бог дал такую судьбу в прошлой жизни, вы вели себя точно так же и за это теперь отвечаете. Примите эту ситуацию судьбы. Примите близкого человека таким, какой он есть. Если, допустим, у вас жена очень капризная, постоянно ворчит, мучает вас. Примите ее вот такой. Это значит, что она сильно чувствительная. Она не может терпеть какие-то ситуации в жизни. А не потому она ворчит, что она злая. Нужно понять, что близкие люди все делают не со зла, а потому что они по-другому не могут жить. И понять это можно только в том случае, если у тебя на это хватает психических сил. Хватает психических сил, это значит центр ума. Вот здесь вот есть место, в котором копятся психические силы. Или не хватает их. Допустим, если ребенок заболел, женщина чувствует вот здесь тревогу в сердце. Что это значит? Это значит, что ваши психические силы идут сейчас к ребенку. Хотите вы этого или нет, они к нему идут для того, чтобы он вылечился. Близкие люди не спрашивают нас, когда забирают у нас психические силы. Это происходит неосознанно. Мы связаны друг с другом, друг с другом в сердце. Почему женщина беспокоится о близком человеке? Потому что от нее исходят психические силы. И почему мы чувствуем невыносимо жить с этим человеком? Только по одной причине, что между нами не хватает психической энергии, для того, чтобы переварить эту тяжелую судьбу, которая между нами встала. Есть три варианта реакции на тяжелую судьбу. Первый вариант – безнадежный. Когда мы считаем его причиной своих проблем. Это он, пьяница, виноват во всех моих проблемах в жизни. Если человек так считает, ситуация безнадежная, лучше никогда не станет. Будет только хуже. Если человек помолился, наполнил энергией, силой счастья эту ситуацию, помолился, сделал какой-то шаг душевный в этом направлении, то у него появляется чувство, что не только он виноват, но также, наверное, и я. Иначе Бог бы мне не дал такую ситуацию в жизни. Вот когда мне завтра будете записки, я приду пораньше, полседьмого на лекцию. Когда вы мне записки будете писать, будут записки состоять из двух категорий. Одна категория – он виноват во всех проблемах. Это означает безнадега. И вы будете про него писать, какой он у меня плохой. Или второй вариант – вы будете писать, что вот у нас сложилась такая ситуация, мы оба виноваты, но, пожалуйста, помогите нам разобраться. То есть нам нужно знание. Нам не хватает знания. Тогда в этом случае уже сделан шаг. И есть ситуации, в которых будет полная стопроцентная победа. Это когда человек говорит, это мне Бог дал такого мужика, и это моя проблема. И при этом этот человек не просто так говорит, а он без осуждения это говорит близкому человеку. Когда осуждения уже нет, значит половина пути уже пройдена к победе. Первая половина пути проходится в состоянии боли по отношению к ситуации. А вторая половина пути проходит в состоянии победы. Вот, допустим, если женщина говорит, а у меня мужчина уже, как бы, я считаю, что все будет нормально. Я уже не печалюсь от того, что он приходит домой пьяненький. Я знаю, что у нас все будет хорошо. Я чувствую в сердце, что мы справимся с этой ситуацией. А теперь небольшая практика. У нас есть в зале ассистенты, кто будет подавать микрофончик. Есть микрофончик нужен и человек, который будет подавать. То есть вы, да, подавать будете? Кто-то должен подавать. Итак, поднимите руку женщинам, которые не могут выдержать то, что вместе человек имеет вредную, плохую черту характера, вредную привычку. Поднимите руку женщинам, которые не могут это вытерпеть в своей жизни. Не могут вытерпеть. Сзади, микрофон сзади. Ну вот есть перья, вот женщина, не может она вытерпеть. Мы сейчас никого не осуждаем. Мы просто обратную связь устанавливаем. Просто пару вопросов я вам задам и все. Вы давно слушаете лекции? Нет. Нет. А вы молились, пробовали молиться? Ну вот просто сами, да, пробовали. Не потому, как я в лекциях говорю, а просто сами, да? Хорошо. Теперь, хорошо, спасибо вам большое. Теперь поднимите руку женщинам, которые вдруг неожиданно почувствовали, что они могут принимать плохие черты характера, ну, плохую привычку вредную своего мужа. Уже могут теперь принимать. Поднимите руку. На первый ряд микрофонов женщин. Вы поближе микрофончик, чтобы все слышали. Вы скажите, это сразу произошло или нет? Нет. А сколько времени вам понадобилось, чтобы так произошло? Я три года слушаю ваши лекции. Три года слушаете лекции, и когда вы начали вот этот процесс молитвы, чтобы привыкнуть принять близкого человека, сколько вам понадобилось времени, например? Полгода. Полгода всего. Видите, полгода прошло, и она уже принимает близкого человека. А теперь, видите, мы не договаривались с ним. Мы сейчас спросим любого другого человека, будет то же самое. Мы не договаривались. У меня к вам вопрос. А он получше с этим чуть-чуть стал? Да. Вы чувствуете, что что-то отдача какая-то пошла? Что совесть у него какая-то появилась? Да. Но он как-то так ему неудобно при вас это делает. Правильно? Да. Так. Поднимите руку. У кого получилось, что вы приняли близкого человека? Вы принимаете его вредную привычку, вы спокойно к ней относитесь. Но при этом он не поменялся нисколько, так же делает все, как делал. Поднимите руку. Есть такие люди или нет? О, замечательно. Давайте я ей микрофончик. Мы изучаем все, как происходит. Это очень важно. Сколько времени вы в молитве находитесь, чтобы привыкнуть к вредной привычке близкого человека? Ну, вообще, где-то примерно час в день. А сколько месяцев? Сколько времени вы живете? На протяжении двух лет. Очень интересно. Но, как мне этот человек недавно изобренение, я ваши лекции слушаю примерно 5 лет. Вы с ним живете вместе с этим человеком? Да, мы живем. И меньше года назад, когда этот человек пришел в мою жизнь, я изначально начала принимать человека с его вредными привычками. Для меня они не вредные. Я спокойно к этому отношусь. Человек живет, как бы, и он, говорит, будет приятный. Нет, это неправильно. Почему? Почему? Потому что это разрушает его. Вы должны понять, что они все-таки вредные, эти привычки. И действовать так же, как эта женщина. Не попадать в ситуацию, не делать это вместе с ним. И при этом молиться, чтобы и у него тоже это отворилось. Видите? Вы единственное, кто поднял руку, и оказалось, что у вас ситуация совсем другая. То есть не вы вытащили человека из болота, а он вас затаскивает в болото. Понимаете? У вас другая ситуация. Поэтому вы должны сначала себя из болота вытащить. Надо начинать с себя. Нужно сделать так, чтобы вы не хотели этим заниматься. А потом придет время, и в это время у вас к нему появится отвращение. Вы будете чувствовать неприятность, что это вам неприятно. А потом вы сможете победить это чувство, и он начнет исправляться. Видите, какую работу вам надо проделить. Но у меня нет неприязни по отношению к вам. Потому что я понимаю, что это все просто объем работы. У вас есть трудность какая-то определенная в жизни, которую вам надо исправить. И мы с вами вместе обязательно ее исправим. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли на лекцию. Спасибо вам большое. Видите, интересно знать, что просто достаточно принять вредную привычку в своем сердце и чувствовать, что все нормально у нас. Это уже полпути. Это значит, что человек уже не может дальше ее сохранять в своем сердце. Совесть начинает жить в его сердце, начинает мучить его. Он не может уже дальше сохранять в себе то, что разрушает семью. И эта победа чувствуется у вас вот здесь. И дальше эта победа будет расти и расти, расти и расти. И она обязательно утвердится в вашей жизни. Это происходит благодаря тому, что энергия счастья идет от святости, увеличивается в вашей жизни. И увеличивается между вами. Для того, чтобы понять, как правильно жить, очень важно знать, что между людьми существует незримая нить. Эта нить связывает нас друг с другом. И если вы наполняете себя душевной силой, эта душевная сила также наполняет и близкого человека. Но сначала вы об этом не узнаете, это будет незаметно. Вы станете это замечать позже. Точно так же, как айсберг тает снизу и потом переворачивается неожиданно и становится другим. Точно так же близкий человек, его плохие черты характера тают снизу. А потом неожиданно он раскаивается и становится другим. Вот это так все происходит. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою, нитью незримою наши любимые. Понятная система, да? Что значит знать, помнить, что связано нитью незримой? Это значит, что между вашими сердцами есть искренность. Это очень трудно достичь сразу. По факту люди, которые не расписались даже в знаке, в браке, они не расписались только по той причине, что они не доверяют друг другу. Нет другой причины. Они говорят, да мы просто не хотим. Да и чего расписываться? Мы современные люди, можем и без росписи жить. На самом деле причина — это недоверие. Недоверие идет от слабости сердца, от того, что это вот место, откуда идет энергия счастья, оно тугое, там не хватает душевной силы. И поэтому люди боятся друг друга, хоть и давно уже друг с другом живут. У них нет контакта, у них нет возможности быть близкими друг к другу, потому что эта близость, она развивается в результате труда сердца. Нужен труд, сердечный труд, для того, чтобы эта близость появилась. Сердечный труд нужен. И когда этот труд завершен, тогда люди могут долго жить друг с другом. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер, где костер горит в сердце. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Понимаете? Вот вы можете искренне, честно сказать что-то своим близким человеку? Трудно. Он может не услышать. Большинство людей боятся. Они живут друг с другом, они вместе воспитывают детей, вместе работают, вместе строят дом. Вроде бы они вместе, но потом неожиданно бац, один из них загулял. И он думает, мы же с тобой вместе, почему ты загулял? А потому что вместе вы никогда не были. Когда люди вместе, когда у них есть душевный разговор, когда ниточка завязалась. Мне все время кажется, почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется. Когда ниточка завязалась, ниточка завязалась, тогда бояться нечего. Он просто помог мне сориентироваться в ситуации, что у нас уже лекция должна заканчиться. Итак, поймите такую вещь, что ниточка, это не значит, что мы вместе детей вводим в школу, и это не значит, что мы под ручку ходим. Ниточка означает, что я могу открыть свое сердце близкому человеку, и не буду бояться, что туда плюнут. Потому что открытие сердца – болезненная вещь. И люди могут друг друга терпеть. А также ниточка означает, что мы принимаем друг друга такими, какие мы есть. Но не значит, делаем то же самое. Принимаем друг друга. Мы верим, что все будет хорошо. Перевариваем недостатки друг друга. Стараемся исправить друг друга в сердце, а не словами. Совместная жизнь ведет только в сердце. Нельзя словами мучить друг друга. Эта работа идет только в сердце. Я не могу лекции читать своей жене. Она мне говорит, иди лекции читай своим слушателям. Я их все знаю наизусть. Если я делаю что-то не так, она говорит мне, такая-то лекция, такая-то минута, послушай. Как делать правильно. Близкие люди никогда не будут нравоучения слушать. Близкие люди меняются только через любовь. Поэтому нужно учиться их принимать и терпеть их недостатки. Если мы не вытерпим, значит, ничего не поменяется, мы разрушим свою жизнь и скалечим судьбы детей. 80% разводов у нас в стране из тех людей, кто... Пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А теперь вы объявляетесь мужем и женой. Но 80% что вы разведетесь. Такова статистика. Понимаете, когда уже пам-пам-парам-пам, тут уже как бы не очень вписывается такое праздничное настроение. Для того, чтобы не разводиться, для этого нужно изучать. Знание даёт возможность победить судьбу. Знание, нужно знание. Знание исходит от святости. Когда наступает ночь в отношениях, наступает злая судьба, нужно верить, что наступит также и хорошее. Луч солнца золотой лад, тьми скрыла перена. И между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдёт, наступит утро ясное. Знание, знаю счастье, нас с тобой ждёт. Ночь пройдёт, пройдёт пора, ненастное солнце взойдёт. Солнце взойдёт, солнце взойдёт. Солнце, солнце, это Бог. Если вы в своей квартире алтарь не сделаете, солнце в вашей жизни не взойдёт. Надо понять, что когда святость приходит в жизнь человека, тогда тьма, невежество и страдания рассеиваются. Без Знаний невозможно быть счастливым. Разум должен знать, куда идти, чтобы получить оттуда счастье. Нужно иметь Знания. Итак, у нас уже заканчивается лекция, она должна закончиться. Я надеюсь, что вы не печалились, не чувствовали, что зря потратили время здесь. Я, надеюсь, рассчитываю на это, верю, я старался. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!